Ход 16. Первый игрок у нас Кейт. У Кейт есть два жетона порталов, но нет улик. Также у Кейт четвертая скорость. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4. Она идет в научное здание, подбирает две улики. Для экономии времени воспользуемся и поменяем один жетон порталов на еще две улики. И перейдем уже к Кельвину. У Кельвина пятая скорость. Пятая скорость и какой у нас показатель боя? Седьмой. Какой показатель проверки ужаса в древней вещи? Минус 3. Проверка ужаса. Даже если передвинем до 2, это будет меньше нуля. Может мы сможем убежать. Минус 2. Даже если передвинем согласно фокусу. Скрытность будет равна 2, он не убежит. То есть проверку ужаса он не пройдет, проверку скрытности не пройдет. Поэтому Кельвин у нас... Что же сделает Кельвин? А Кельвин вступит в бой. Кельвин проиграет. То есть не пройдет проверку ужаса. Не прохождение проверки ужаса не означает то, что вы не прошли проверку боя. Окажется в лечебнице. Восстановит свой рассудок до максимума, который у него равен 4, так как он не подвержен эффекту ктулку. Вытянет еще одну карту безумия. И это делириум. Сумасшествие. Вы теряете по одной единице рассудка каждый раз, когда у вас нет успехов на любой проверке навыков. За исключением проверок боя, вызванных контактами. Ладно. Ладно, ладно. И, 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 и... Так, на этом все пока что. И переходим к фазе мифа. Так, еще одна карта-заголовка. Неизведанный остров. Шикарно так как. Передвигаются у нас ромбики. Ой, то есть шестиугольники нету таковых. Косые черты, треугольники и звездочки. Таковых тоже нету. Еще одна улика в научном здании. Ну, так как Кель здесь останется и на следующий ход, то она ее подберет. И что же у нас происходит? А у нас закрываются все три магазина. Опять оставляем карту в игре и закрываем еще два магазина, так как один у нас уже закрыт. Так. Древняя лавка волшбы, как это перевели на русский. И магазин интересностей, как это перевел я. Ну и на этом шестнадцатый ход заканчивается. Продолжение следует. Продолжение следует...